Слава Богу, братья и сестры! Прекрасная пора. Мы видим эти прекрасные плоды. Я так сидел и думаю, ну, вроде бы же на одной земле все растет. Какие они разные! Есть сладкие, есть горькие, есть всякие, которые даже мы не знаем. И это все плоды, которые произвела земля. Слава Богу! Я хотел бы, конечно, трудно все собрать и не упустить. Одно место, которое я хотел бы прочитать в начале этого фессалоникийцам, говорит апостол Павел, такое место, 2 глава, 13 стих. Мы говорим, что сегодня день благодарения. Мы благодарим. И сестры пели псалом, что мы склонимся в молитве и его поблагодарим. И очень важно в жизни нашей не забывать благодарить Бога. Апостол Павел здесь говорит такое слово, 13 стихом. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные. Это то, что сегодня так приятно каждому из нас. И здесь апостол Павел заметил вот это место, говорит, что мы всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные. И я, имея эту возможность, хочу благодарить Бога за всех вас. Благодарить Бога за то, что Бог, как здесь дальше он говорит, Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. Слава Богу! Кто сегодня может промолчать? Слава Богу, братья и сестры! Сегодня мы имеем эту возможность. И я хочу благодарить Бога за всех вас, певцы, которые очень прекрасно поют, братский, братская группа, дети, которые прославляют Бога за всех вас, как апостол Павел говорит, я благодарю Бога за всех вас. А самое важное, что Он через освящение Духа предназначил вас ко спасению. Слава Ему! Мы говорим о жатве, мы говорим о том, что эта жатва приближается. И откровение написано, что земля была пожата. Очень скоро придет этот день, когда вся земля будет пожата. Все эти дела, которые делаются на земле, они будут пожаты. И первый брат говорил, что жатва это есть кончина века. Братья и сестры, кончина века. Для каждого она может быть в разное время. Мы пели этот псалом, что цветы, они весною цветут, растет все, приходит время и приходит жатва. Сегодня мы свидетели этого. Хотя мы, может быть, мало трудились над этими плодами, но мы их видим, мы пользуемся ими. И это есть Божья милость. Как брат говорил, что Бог есть совершенный в любви. И это совершенство проявляется в том, что Он ко всем проявляет свою милость, свое благословение, свое благоговение. И написано Бытие, 8 глава, последний стишок 22. Бог говорит после потопа, когда люди вышли, говорит, что впредь во все дни земли сенья и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Впредь говорит во все дни земли не прекратится. Сеяние, жатва, зима, лето, ночь и день, оно не прекратится. Это Божье обещание, это Божье определение. И мы сегодня все с вами стоим перед Богом. Я хотел бы сегодня поговорить с вами вместе, брат уже читал подобное место, но я хотел бы поговорить одно очень важное место Священного Писания. Бог обращал внимание народ израильский, это говорится во второзаконии, место Священного Писания, когда Бог вывел народ израильский из Египта и он их как бы предупреждал, говорил. Восьмая глава второзакония со второго стишка говорит, и помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди его или нет. Это Бог говорит через Моисея, говорит, что помни весь путь, которым вел тебя Бог, помни, вспоминай милости Божьи, вспоминай весь путь, которым вел тебя Бог, и дальше он говорит, он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, который не знал ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа живет человек. Бог говорит, что вспомни этот путь, помни, ты шел по этой пустыне, страшной пустыне, дальше он говорит, где скорпионы, где змеи, Василиски, говорит, ты шел по этой пустыне, тебя въел Бог, говорит, он томил тебя, он питал тебя манною, братья и сестры, не питает ли сегодня Бог нас, каждого из нас, и дальше он говорит, и знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына твоего. Итак, храни заповеди Господни, Господа Бога твоего, и ходи путями Его, и бойся Его, ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, Господь Бог тебя ведет в землю добрую. Братья и сестры, сегодня нас так же ведет всех Бог. И здесь Бог говорит именно о том, помни, то есть, не забывай благодарить Бога, не забывай благодарить Бога за то, что Бог тебя вел. И дальше я прочитаю, уже время наше, конечно, ушло, прочитаю место, которое говорится с 12 стишка, когда будешь есть и насыщаться, построишь хорошие домы и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты, Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы, места сухие, на которых нет воды, который источал тебе, для тебя источники воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которую не знал ты и отцы твои, дабы смирить тебя, испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы не сказал ты в сердце твоем сила моя и крепость руки моей, приобрели мне богатство это, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он склятвою утвердил отцам твоим. Братья и сестры, не достоин ли он благодарности? Слава Богу! Здесь написано, чтобы ты не сказал, что это я своей силою, это я своей мудростью это все сделал, почему? Потому что Бог давал тебе силу, сила от Господа, Бог давал тебе силу все это приобретать, все это от Господа, от Бога нашего, и сегодня у нас день благодарения. Братья и сестры, сегодня у нас день благодарения, мы сегодня стоим перед Богом, и Бог желает, чтобы народ Его благодарил Бога. Мы будем приходить к молитве, и мы будем благодарить Бога за то, что Бог сегодня сделал для нас, а больше всего, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы оценили именно тот факт, что Бог сегодня каждому из нас даровал спасение, что сегодня Бог каждому из нас благоволил открыть волю свою, открыть нам жизнь вечную, дал нам спасение, и Он сегодня хочет, чтобы мы оценили этот дар Его благодати, который Он каждому из нас дал. Братья и сестры, может быть, кто сегодня еще вне спасения, может быть, кто сегодня еще не имеет уверенности в том, что Он имеет жизнь вечную, может быть, Он еще на распутии. Другой брат и сестра, сегодня есть твое время, сегодня Бог желает, чтобы ты поспешил. Вчера я говорил своей женой братом, и он говорит, ехал на траке, и один человек сзади, не знаю, я думаю, многие из вас, особенно молодежь, занимаются на телефоне, едут на телефоне, или текст месседж, или разговаривают, и он не обратил внимания, он выехал с ресторана, на большом траке, и эта машина со всей скорости ударила ему в зад, залезла под его трак, и она говорит, не знаю, что с этим человеком, голова разбитая, одно мгновение, братья и сестры, и все, жизнь человека, не власть его, но сегодня Бог дал нам это прекрасное время, сегодня Бог дал нам эту возможность, братья и сестры, я хочу сказать, что Бог сегодня ожидает от нас благодарности, помните, когда Иисус Христос исцелил десять прокаженных, да, мы помним этот случай, и вот один из них, когда увидел, что он исцеленный, он возвратился к Иисусу Христу, он пал к его ногам и начал благодарить Бога, он оценил милость Божью, оценил Божью благодать, и он благодарил его за то, что он его исцелил, Иисус Христос посмотрел и говорил, а где же девять, где те девять, которые получили исцеление, как они не пришли воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника, братья и сестры, Бог ожидает от нас благодарности, Бог ценит нашу благодарность, Бог оценяет то, что мы благодарим его, мы оценяем его милость, и что Бог сказал этому человеку, говорит, встань, вера твоя спасла тебя, он кроме исцеления, он получил спасение, из-за того, что он поблагодарил Бога, из-за того, что он действительно оценил милость Божью, братья и сестры, насколько мы сегодня оценим Божью милость, насколько мы сегодня оценим его благо, которое он посылает, но я хочу сказать, что не всякую благодарность Бог принимает, может, вы не согласитесь с этим, не всякую благодарность Бог принимает, одно место, которое говорит, когда пришли два человека помолиться в храм, помните, да, пришел мытор и пришел фарисей и мытор, который был грешный человек, который ожидал милости от Бога, он стоял, написанно, он бия себя в грудь, он говорил, Господи, будь милостив ко мне, грешнику, но там был один человек, это был фарисей, это тот человек, который себя считал выше, и он зашел и молился, его молитва была такая, Господи, я благодарю тебя, но принял ли эту благодарность Бог, он начал осуждать свои молитвы, он говорит, я не таков, как эти люди, нет, я не таков, как этот мытор, который рядом, и он начал перечислять свои заслухи, я пащусь, я даю десятину, я то делаю, я то делаю, я святее, братья и сестры, эту благодарность почему-то Иисус не принял, он привел этот пример, он говорит, что не будьте такими, не будьте, эта благодарность этого мыторя, она была принята Богом, он говорит, не смел даже поднять глаз к небу, он осознавал свою греховность, осознавал милость Божью, он осознал то, что по милости Божьей он только зашел в этот храм, он не мог там быть даже. Братья и сестры, очень важно, чтобы мы оценили милость Божью к себе, очень важно, чтобы мы оценили милость Божью к себе и не превозносились над другими, потому что это, как я читал, говорится в Утразаконии, чтобы ты не надмил сердце твое, и ты не сказал по моей заслуге, по моей силе, я все это приобрел, но, говорит, Бог давал тебе милость, Бог давал тебе силу, Бог посылает тебе все это, это все от Бога, братья и сестры, мы будем идти к молитве, и я хотел бы, чтобы мы осознали себя, осознали свое положение, осознали наше положение перед Богом, проверили себя, какой сегодня, братья, напоминали, делали ударение, какие мы плоды принесли, какие мы плоды принесли, а каждый из нас предстанет перед Богом со своими плодами, со своими плодами, Братья и сестры, я еще скажу раз, со своими плодами мы не сможем взять плоды других и пристать перед Богом. Какие бы они ни были, может быть, эти плоды наши, как брат говорил, эти плоды все хорошие здесь, да, они выбранные, отборные. Но когда мы придем перед Богом, может быть, у нас не будет такой возможности выбирать наши плоды, то есть перебирать их, перебирать. Мы придем и принесем то, что мы принесли, что мы взрастили. Жатва – это прекрасная пора. Это прекрасная пора, когда мы пожинаем плоды. Но я скажу, это есть ответственная пора. Это очень ответственная пора, братья и сестры, независимо от возраста. Брат говорил, напоминал, молодой человек не планировал предстать перед Богом, но он уже там. И какие у него были плоды? С этими плодами он пришел. Сегодня я хочу сказать, если ты сегодня не уверен в том, что твои плоды будут приятны Господу, еще есть тебе время, еще есть время что-то поменять, потому что жатва – это опасная еще пора для многих, когда ничего нельзя изменить. Братья и сестры, во время жатвы пересевают или нет? Нет, уже не пересевают. Во время жатвы собирают то, что выросло. Поэтому очень важно, чтобы нам позаботиться о том, что мы приносим к нашему Господу. Какие наши плоды? Приятны они Ему или, может быть, не сильно? Мы будем благодарить Бога. Я хотел бы призвать нас всех. Сегодня день благодарности. Сегодня день благодарения. Апостол Павел говорит – за все благодарите, да? Ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе. За все благодарите. Мы будем идти к Богу, чтобы принести Ему нашу благодарность. Благодарить Бога за эти плоды, за этот хлеб насушный. Мы в этой молитве помолимся. Я приглашу братьев, они подойдут, слугителей. Мы помолимся, поблагодарим Бога. Как-то было слово пророческое, что мы должны молиться за хлеб, молиться за воздух и молиться за воду. Благодарить. Братья и сестры, в такое время мы живем. Мы должны молиться. От этого мы зависим. И мы ожидаем милости от Бога. Поэтому доблосвит Бог нас, чтобы мы оценили Божью милость. Как Бог говорил через Моисея – помни весь путь. Братья и сестры, сегодня я хотел бы, чтобы мы немножко вспомнили, задумались. И, может быть, вспомнили наш путь, хотя бы здесь, в Америке. Как вел нас Господь. Каким путем нас Бог провел. Какими благами каждый из нас пользуемся. И, может быть, не по заслугам. Когда-то Бог говорил, вы будете жить в тех домах, в которых вы не строили. Вы будете пользоваться теми благами, над которыми вы не трудились. Братья и сестры, и за это все мы должны воздать Богу благодарность. Но Слово Божие нас предупреждает. Апостол Павел говорит, что как они не возблагодарили Его, да? Не прославили Его, как Бога. Не возблагодарили Его. То что? Бог предал их превратному уму. Бог предал их в ихних похотях. Бог предал их делать всякие непотребства. За что? Но они не прославили Бога и не возблагодарили Его. Не возблагодарили Его. Братья и сестры, поэтому я сегодня призываю всех нас. Давайте мы осознаем, что мы все живем по Его милости. Воздадим Его достойную славу. Прославим Его. Возблагодарим Его. Ибо Он достоин. Слава Ему. Пастора, пожалуйста, придите. Мы помолимся. Поблагодарим Бога за все, что Бог сегодня нам посылает. А мы все встанем на ноги наши. Мы будем благодарить Бога. Мы будем прославлять Его имя.